Бюджет региона стал главным вопросом заседания областной думы. Депутаты рассматривали в первом чтении проект казны на 2014 год. Существенно увеличатся расходы на поддержку и развитие социальной сферы. На сегодняшний момент назвать бюджет бюджетом развития, наверное, сложно. Но, тем не менее, то, что бюджет социально направлен, о том, что все социальные обязательства Мурманской области исполняет, и причем исполняет, что называется, с ростом. Это очень важно. Есть некие нюансы. У нас наблюдается тенденция к снижению поступлений по собственным доходам. Это в основном налог на прибыль, связанная, в первую очередь, со снижением темпов производства. Мы говорим о том, что у нас основные плательщики налогов, пять крупнейших, они занимаются добычей полезных ископаемых. Соответственно, все тенденции мировых цен влияют впрямую на пополнение нашего бюджета. Среди других вопросов, проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на оказание услуг населению планирует потратить более 12 миллиардов рублей, и в последующие годы эти цифры будут только расти. Не менее важный проект закон о финансовом обеспечении дошкольных организаций. На его реализацию в следующем году предусматривается около 4 миллиардов рублей за властной казны. Из них 300 миллионов направят на бесплатное питание. Также продолжится работа по укреплению антикоррупционных норм в региональном законодательстве. В частности, госслужащим и главы муниципальных образований запретят открывать счета, иметь вклад и хранить ценности в иностранных банках. Запрет коснется и членов их семей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!